Здравствуйте! Вы смотрите новости. Время подвести итоги дня. В Муравленко открылась горячая линия по отоплению. Специально для тех, у кого в квартирах еще холодно. Долгожданное тепло начало поступать в дома две недели назад. После подачи теплоносителя специалисты выполняют развоздушивание системы отопления в домах. Но есть еще здание, куда тепло не поступило. Для тех, у кого батареи холодные, работает горячая линия. На сегодняшний момент, конечно, была проблема. Она немножко еще остается. Не вся снята. Развоздушивание системы теплоснабжения. Для того, чтобы оперативно решать эти вопросы, граждане могут обращаться на организованную горячую линию. Прежде всего, это ЕДДС, телефоны единой диспетчерской службы 112-219 и диспетчерскую управляющую компанию 24-055. На сегодняшний день от населения принято 80 заявок об отсутствии отопления, а в начале сезона их было более 600. Чудовищное по своей бессмысленности и жестокости преступление произошло в лесополосе недалеко от города. Мужчина застрелил двух собак. Подробности у Ани Григорян. Тут вот она лежала. Тут вот они разошу буршину, уже кровь остаться была. Трожащим голосом Анастасия Яркеева рассказывает о том страшном вечере. Во время очередной прогулки с двумя якутскими лайками Митей и Даной из-за кустов раздались оглушительные выстрелы. Неизвестный целился в животных. Одна из собак скончалась сразу же, другую смертельно ранили. Ее пришлось усыпить. Буквально рядом находились метра три. Вот радиус их гуляния. Они чуть убежали вперед, буквально метра полтора сбоку. Хлопок. Митя падает. Кобель у меня белый. Он чисто черно-белый, породистый. Он падает. Я бегу к нему. Хлопок. И Дана убегает у меня уже туда. Кто и решил расправиться с собаками, Анастасия может только предполагать. Хозяйка собак всерьез опасается, что это не последняя жертва неизвестного. Это было в черте, где у нас есть знакомые охотники. Они говорят, что вот в этом месте, в этом лесу охотиться нельзя. То есть пользоваться ружьем, огнестрельным оружием никак. То есть если бы мы ушли куда-то, может быть, подальше, конечно, возникла бы наша вина. Но никак не в этом месте. И получается, что любой человек сейчас пойдет вот в этот лес. Ну, ягоды, сейчас сезон начался собирать. И запросто могут в него стрелять вот так вот. По факту гибели собак сотрудниками полиции проводится проверка. В совершении данного правонарушения подозревает мужчину 84-го года рождения. Если вина будет доказана, ему грозит уголовная ответственность. Нужно будет установить, если будет установлено лицо, с какой целью это лицо убило собак, а потом уже из этого сходить. Насколько я знаю, эти собаки достаточно дорогие. Мы их приобретали за достаточно крупную сумму. Поэтому, в принципе, здесь можно рассматривать не только с точки зрения 245-й статьи, жестокое обращение с животными, хотя это скидка тоже под сомнением, а с точки зрения статьи 167-го уголовного кодекса. По уголовному кодексу за жестокое обращение с животными предусмотрен год лишения свободы. Точку в этом деле поставят правоохранительные органы. Мы будем следить за развитием событий. Анина Григорян, Владислав Дроботов, Новость Муравленко. В многопрофильном колледже впервые за несколько лет набрали группу для обучения основам сварочных работ. Студенты получили возможность обучиться одной из самых востребованных на рынке труда профессий. Подробности у Ольги Черной. В России со сварщиками дефицит, хотя эта профессия востребована во многих отраслях, особенно в нефтяной и газовой. Последний раз группу набирали в 2012 году. Сегодня колледж вновь готов дать своим студентам качественное профобразование. Здесь появилось современное оборудование. В этом году мы его поучили, сейчас расставляем, подключаем. И со следующего года, и возможно даже в этом году мы уже организуем кружок для студентов по сварочному делу. А в следующем году уже полноценно начнем учебные практики, проводить по всем учебным модулям. В группе 15 ребят. Они серьезно настроены на получение профессии. Я давно задумывался об этом, еще с 8 класса. Как бы эта профессия считается хлебным. Ну то есть всегда есть заработок, да. Она всегда ценится. А в дальнейшем, после окончания колледжа, я бы хотел поступить на высшее образование. Все уже, наверное, знакомы с этим родом. Что из себя представляет? Это составной металлический стержень, покрытие специальной обмазкой. Семь специальных стола с вытяжками, фильтрами и необходимым оборудованием позволят приобрести навыки по трем видам сварочных работ. Первое – это ручная дуговая сварка, то есть обычный электрод, везде распространенный. Второе – это поавтоматическая сварка в среде защитного газа, в углекислом газе тоже уже широко распространенная. Это два основных направления. И третье направление – это аргонно-дуговая сварка. Пока студенты проходят общеобразовательную подготовку. Практиковаться на новом оборудовании начнут со второго курса. Хочется попробовать, как это вообще делается и какие навыки развивать. С такой подготовкой будущие выпускники смогут прийти на любое современное производство. Помимо сварщиков, колледж с этого года обучают по направлению компьютерные сети, которая также входит в топ-50 самых востребованных специальностей среднего профессионального образования. Ольга Черная, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. В Муравленко сохраняется высокий уровень рождаемости. С начала года в городе родились уже 288 малышей. Из них 145 девочек и 143 мальчика. Три двойни появились на свет в прошлом году, в этом на одну меньше. Самыми популярными мужскими именами остаются Александр, Андрей и Дмитрий. Девочек чаще всего называют Марией, Анастасией и Елизаветой. В списке самых редких имен – Соломон, Ринальд, Сабрина и Златослава. Муравленковцы чаще женятся, чем разводятся. С начала года свои отношения узаконили 170 пар, развели 130. В прошлом году за аналогичный период сотрудники отдела ЗАГС зарегистрировали на 10 браков меньше. Сегодня в территориальном избиркоме зарегистрировали избранного 10 сентября депутата городской думы Марата Фазледдинова. Победившему на дополнительных выборах депутату от «Единой России» вручили удостоверение. Уже на следующей неделе Марат Фазледдинов примет участие в очередном заседании городской думы. Я уже определился, в каком направлении я буду работать. Я определился себя в работе в городской думе в комитете по бюджету и финансам и экономическому развитию. Кроме того, на заседании избиркома дипломами и ценными подарками были отмечены победители и участники конкурса рисунков и плакатов «Мир выборов», который провела окружная избирательная комиссия. На Ямале снижаются цены на овощи и мясо. Об этом говорят данные мониторинга окружного департамента агропромышленного комплекса торговли и продовольствия. За месяц картофель, лук и морковь подешевели более чем на 7 рублей. Лидером по ценовому снижению стала говядина – минус 5 рублей за неделю и 8 за месяц. Килограмм свинины потерял в стоимости чуть более рубля с начала года почти 24. Стоимость кур на этой неделе не изменилась, но за месяц снизилась на 2 рубля. Цена десятка яиц на этой неделе также стабильна – с начала года минус 20 рублей. Немного подорожали за неделю сыр, рыба, подсолнечное масло, вермышель и гречневая крупа. Электронные сигареты вредят здоровью, считают многие медики. Тем временем любителей вейпос становится все больше. Тему продолжит Татьяна Козырь. Их курят взрослые и, к сожалению, подростки. На улицах очень часто гуляет молодежь с порующими трубками в руках. У нас, значит, в нашем доме постоянно в первом и во втором подъезде подростки с колледжа стоят и пускают очень-очень большие клубы дыма. Я так понимаю, что это как раз вот такие электронные сигареты. Законодательно закрепленного запрета на употребление электронных сигарет и вейпов пока нет. А вот угроза здоровью огромная. Очень много стоят и вот дымят прям и в машинах, и так. Но я к этому отношусь отрицательно, потому что вот я смотрела программу, и оно может и взорваться около лица. В интернете действительно много видеороликов о том, как вейпы взрываются в руках курильщиков. Эти сигареты были придуманы для курильщиков, для того, чтобы помочь им бросить курить. Ну, то есть чисто психологическую защиту. И совершенно не рассчитаны были на то, чтобы их употребляли подростки. С одной стороны, возможно, родители считают, что они наносят меньше вреда. Но, тем не менее, как там ни крути. Никотин в них есть. Употребление вот этих сигарет – это психологический допуск к употреблению сигарет обычных. Курение вейпов может приводить к развитию серьезных проблем с сердцем. И чем это еще выльется в будущем, ростом онкологических заболеваний или генетических изменений, пока неизвестно. Да и мнение о том, что с помощью электронных сигарет можно постепенно избавиться от никотиновой зависимости, специалисты считают ошибочным. Нужно обсуждать это в общественной палате, нужно выходить на общественную палату и Российской Федерации. Я считаю, что однозначно это на уровне Государственной Думы нужно запрещать. И это зло, и это нельзя продавать детям. Минздрав уже рассматривает вопрос ограничения продажи, производства и применения электронных сигарет, которые могут приравнять к рецептурным медицинским препаратам. Аналитики считают, что инициатива, скорее всего, будет принята. Татьяна Козырь, Андрей Нагибин, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. Сборная города стала призером окружных соревнований «Школа безопасности». Слет учащихся из шести городов и районов прошел в ноябрьске. За победу боролись более 80 школьников. В составе нашей делегации 10 человек. В течение четырех дней ребята проходили полосу препятствий и состязались в пожарных эстафетах. Самым сложным для команды стал маршрут выживания. Но со всеми испытаниями спортсмены справились. В итоге третье место. Результаты довольно ребята. Даже новенькие ребята, они меня удивили тем, что они упорствовали, они не сдавались. Мы ходили по болотам вчера вечером, по болотам, по лесам бегали. Никто не плакал, никто не жалел о том, что поехал. Были с радостью и проходили все этапы. Потому что сказали, что если они вымажутся, то получится и хороший результат будет у них. Сейчас прогноз погоды, а далее смотрите программу «Хорошее настроение». Продолжение следует...